Активное развитие социального предпринимательства в России началось в 2000-х, когда крупный бизнес начал запускать проекты, направленные в первую очередь не на прибыль, а на решение проблем общества. Официально же на законодательном уровне понятие социальное предпринимательство в нашей стране было введено ровно год назад. Его выделили в отдельную область малого и среднего предпринимательства и дали четкое определение. Это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующие решению социальных проблем граждан. Смотрите, они распускаются. Они распускаются. И пьют воду. Ирина Пономарева – одна из представителей социальных предпринимателей нашего города. Более 13 лет она работала журналистом на телевидении, а потом решила открыть собственное дело. И вот уже три года она реализует свой авторский проект. Она ставит кукольные спектакли в формате домашний театр. Рассказывает сказки Ирина сама и фактически всю атрибутику создает собственноручно. Никаких спецэффектов профессиональных актеров и замысловатых предметов. Спичечные коробки, маленькие листочки бумаги, куклы ручной работы. По мнению Ирины, в век высоких технологий детей сегодня необходимо отрывать от гаджетов и больше обращать их внимание на окружающий нас мир. Все остается из ничего. Где волшебство от звуков инструментов живых, где волшебство от голоса, где волшебство от каких-то простых кукол, у которых даже иногда и лиц-то нет. И у родителей они истосковались вот почему-то такому настоящему, где включается фантазия, где нет готовых образов, где хочется домыслить. Для спектакля Ирина в основном выбирает авторские и народные сказки. Таким образом, проект выполняет еще одну цель. Приобщение подрастающего поколения к книгам и знакомство с национальной культурой. В перспективе Ирина мечтает показать свои спектакли за границей. Гастроли возможно организовать в рамках культурного обмена. Но на это необходима господдержка. Пока же со стороны государства проект фактически не поддерживается. Финансовую помощь Ирина получила лишь во время пандемии, как самозанятая. Отмечу, всего в нашем регионе официально зарегистрировано 38 социальных предпринимателей. Они работают в разных сферах деятельности. Это действительно деятельность, которая направлена на извлечение прибыли. И людям нужно кормить свои семьи, развиваться. И в конце концов жить хорошо, если ты много работаешь. Но в то же время эти социальные предприниматели создают рабочие места для людей из социально уязвимых категорий. Помогают реализовывать товары тех же самых людей с инвалидностью. Оказывают услуги одиноким матерям. Помогают трудоустраивать людей, недавно вышедших из мест лишения свободы. На самом деле их услуги не только помощь конкретному человеку. Это улучшение жизни в области в целом. И предстоящий форум для социальных предпринимателей – большое событие. Во Владимир съедутся бизнесмены фактически со всей страны. Они обсудят векторы развития социального предпринимательства, совершенствование форм поддержки социально ориентированных предприятий. И попытаются найти ответ на главный вопрос. Как организовать свою деятельность таким образом, чтобы она была экономически выгодной, и при этом приносила максимум пользы для общества. Продолжение следует...